Музыка 7 минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте! Для выпускников городских школ сегодня прозвенел последний звонок. Скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены и подавать заявления в ВУЗы. На торжественной линейке собираются не только выпускники, но и их родители и учителя. Белые банты, такого же цвета рубашки, воздушные шары и цветы, а еще много эмоций и смешанных чувств. Праздник расставания с детством – это радость сквозь слезы. Впереди у ребят еще испытания единого государственного экзамена, а дальше – долгая дорога взрослой жизни. В этот день каждую школу города посетили сотрудники администрации города. В адрес выпускников звучали пожелания и поздравления от городских руководителей, учителей и младших школьников. Несмотря на хмурую погоду, последний звонок в Владикавказской школе номер 14 решили провести во дворе. Директор зачитал приказ по школе о допуске 9 и 11 классников к выпускным экзаменам, а также поблагодарил ребят за хорошую учебу. От администрации Владикавказа на праздник ребятам пришли заместитель начальника управления образования Зинаида Ларионова. Пройдено самое главное, первое 11-летие. Оно самое главное в жизни каждого. Первые 11, любая отметина, очень для вас будет важная. То, что вложили в вас учителя, пусть это прорастает хорошим, добрым урожаем. Пусть будет у вас удача в жизни. Я желаю вам успехов, ребята. Я хочу вам сказать, что самое главное, та мечта, которую вы себе заложили, вот уже в 11 классе, должна сегодня исполниться. В 43-й школе города праздник собрал практически всех однокашников. Поздравления от первой учительницы никого не оставило равнодушным. Выпускники вспомнили за несколько минут все свои школьные годы от первого до последнего звонка. Спасибо вам большое, ребята, за вашу пользу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я невероятно вашу пользу, и я очень за вас полнуюсь. Но я верю в вас, в каждого из вас, я верю, что у вас все получится. Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача. Пусть у вас все будет хорошо. И здесь, с напутственными словами, к теперь уже почти бывшим школьникам, обратился секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Тимур Артабаев, а также сотрудники столичной администрации. Кроме родителей ваших, бабушек и дедушек, и братьев и сестер, эти люди самые близкие вам будут когда-то. Вы, пожалуйста, вспомните мои слова, когда к вам это осознание придет. Поздравляю вас, добрый путь, конечно, удачи на ЕГЭ. Ничего не бойтесь, все все сдадите. Кто не сдаст, сдаст потом. Никуда вы в этой жизни не потеряетесь, не денетесь. Вас все вложили, все, что вам надо. И лишь бы у вас было желание, пойдете далеко. Поздравляю вас. В администрацию города Владикавказ неоднократно поступали жалобы от горожан о вырубке деревьев или порче зеленых насаждений столицы республики. Так обеспокоенные жители пожаловались на сруб вековой ели у Суницкой мечети. Вот какой ответ нам дали в администрации местного самоуправления Владикавказа. Насколько я проинформирован, пишут в средствах массовой информации, что идет массовая вырубка вековых деревьев. Конечно, я не знаю, кто это пишет, но такие фразеологические обороты подбирают, наверное, чтобы больше привлечь людей. На самом деле я могу объяснить ситуацию. К нам обратилось духовное духовенство мусульман с просьбой спилить одну ель. Они представили нам проект реконструкции мечети. Мечеть является достопримечательностью, памятником архитектуры нашего города. Они представили проект, и по этому проекту ель не вписывалась в реконструкцию. Они предложили построить лестничный марш, лестничную площадку, благоустроить территорию. И мы приняли решение спилить эту елку. Спилили с учетом компенсации. Компенсация вся в 100% идет в бюджет города. Ну и, естественно, эти средства будут направлены для озеленения города. В том, что благоустройством это не город занимается, это представители мечети, они заключают договор с подрядчиками. У них установлены определенные сроки. Поэтому назвать на сегодняшний день какую-то дату и на себя такую ответственность пока не возьму. Я думаю, что рано или поздно обновлять зеленый фонд города, это просто необходимо. В ближайшее время эти елки трогать никто не будет, но когда-то их все нужно будет все равно спилить и посадить новые. Потому что у елок корневая система маленькая, они вырастают на большую высоту и начинают представлять опасность для жизни человека. Поэтому ничего страшного нету. Мы лишились одной елки, но зато мы благоустроили целый комплекс территории. В рамках глобальной недели безопасности дорожного движения во всех районах республики и городе Владикавказ инспекторы ГИБДД провели профилактические разъяснительные беседы с участниками дорожного движения. Госавтоинспекторы напомнили водителям, что несоблюдение скоростного режима, значительное превышение установленной скорости движения провоцирует ДТП с высокой тяжестью последствий. Водителям вручили памятки с тематическим соблюдением ПДД Российской Федерации. Также в госавтоинспекции совместно с учениками школ города организован и проведен профилактический флешмоб «Водитель, сбавь скорость, сохрани жизнь». Цель мероприятия состояла в том, чтобы привлечь как можно большее количество людей к проблемам на дорогах, в частности, выбору безопасной скорости движения, а также повышение культуры на дорогах у участников дорожного движения и как результат снижение количества дорожно-транспортных происшествий и травмирование граждан. Проводимая работа с участниками дорожного движения направлена на то, чтобы повлиять на сознание водителей, пешеходов и пассажиров и донести степень важности строжайшего соблюдения ПДД Российской Федерации. Администрация местного самоуправления города Владикавказ сообщает, что с 25 по 31 мая будет ограничено автомобильное движение по Пожарскому и Кировскому мостам в связи с проведением ремонтных работ. Обращаем ваше внимание на то, что необходимо своевременно сообщать информацию о планировом перекрытии, например, связанном с проведением травмных мероприятий в администрацию города. Смысл этого оповещения состоит в том, чтобы администрация местного самоуправления города Владикавказ имела возможность предупредить остальных граждан города о временных неудобствах для передвижения на тех или иных улицах. Наши 7 минуты стекли. Смотрите нас завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей!